Добрый вечер всем! Рад всех видеть! Аллилуйя! Господь с нами! Помолимся! Отец наш Небесный, так благодарны за Твоё присутствие Духом Святым здесь, в собрании святых. Спасибо, Господь, что Ты привлёк нас сегодня в Дом Твой. Хотим слышать Слово Твое. Аллилуйя! Подготовь наши сердца в этом вступлении к проповеди пастора. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Даниила. Книга пророка Даниила. Третья глава. Помните о чём, да, история? Цель, но худоносом. Сделал золотого истукана. Большой, вот, истуканый. 60 локтей высотой. Примерно 30 метров, да? Около 30 метров. Десятиэтажка, в общем. Десятиэтажный истукан ставили. Поставили на поле в области Вавилонской. Ну, указ царь Вайдову. Как услышите звук трубы? Это в пятом стихе. Всем племенам, всем народам. Когда услышите звук трубы, зверели, цитры, ценицы, гусли, симфонии, или классику, там, да? Под любую музыку, в общем. Если музыка заиграет, то всяких музыкальных орудий падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь, но худонос. А кто не падёт и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскалённую огнём. Угу. Приступили в восьмом стихе. Некоторые из халдеев донесли на иудеев. Царь вовеки жуи не передал приказ свой. Да. Но есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской. Седрах, Месах и Ординага, эти мужи не повинуются повелению твоему. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Довухтоносор в гневе, в ярости зовёт Седрах, Месах и Ординага. Сумыслом ли вы богам моим не служите? Золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Давайте вот мы сейчас вот это всё, музычку включим и выпадем, и упадёте. И если не упадёте, какой Бог избавит вас от руки моей? Отвечали Седрах, Месах и Ординага, и сказали царям, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, сели он спасти нас от печи, раскалённый огнём. И от руки твоей, царь, избавит. Знаете, что дальше? Ярость одолела царя. Он помелел разжечь печь в семь раз сильнее. В семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали её. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Месаха и Ординага, бросить их в печь, раскалённый огнём, и мы уже приближаемся к тому, что я, Месаха и Ординага, вам сегодня скажу. Бросили. Во всех своих одеждах. В одеждах. Смотрите, как бросили. И как печь была раскалена чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Месаха и Ординага. А эти три мужа, Седраха, Месаха и Ординага, упали в раскалённый огнём печь связанной. Но когда Носар, царь, разумился, и поспешно встал, и сказал, мы можем своим, не троих ли мужей бросили мы в погоне связанными, а не в ответ. Истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырёх мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвёртого подобен Сыну Божьему. Круто, правда? Когда в Нижнем Новгороде пастор обучал книги Иова, и он сказал, что четвёртый говорящий из тех, кто говорил с Иовом, вдруг откуда-то появился и начал говорить с Иовом, когда три друга Иова уже закончили разговор, закончили свои слова, свои речи, четвёртый появляется. Вдруг. И тогда я вспомнил про эту историю, что троих мужей Божьих бросили в печь, и четвёртый вдруг появился там, в этой печи, подобен Сыну Божьему. Вид его подобен Сыну Божьему. Так здорово. Потом пастор сказал, Мелхиседек, царь Салима, появился перед Авраамом. «Откуда?» «Ниоткуда?» Вы знаете, о чём я подумал? Бог всегда находится рядом. Хоть мы его и не видим порой. Бог всегда находится рядом. А ещё одну историю хочу вам про Сидраха, Мисаха и Эвдинага рассказать. Она уже со мной случилась и с моим другом Вадимом Миляевым. Кто его знает? Это было, наверное, в начале 2000-х в Калининграде. Мы пошли на Благовестие на проспекте Ленина, или там Ленинский проспект, как он называется? Ленинский проспект. Стоим на пересечении Баградиона Ленинского проспекта Благовестием. Смотрим, и тут двое парней. Вадим, давай, давай им расскажем о Христе. Давай. Начали разговаривать. Как вас зовут? Один говорит «Сидрах». Такие, ну, очень приятно. Он один сначала был. Подходит, да. Мы с ним начали говорить с «Сидрахом». Вдруг подходит еще один. Да, не сразу они были вместе. Подходит еще один. Привет. Это кто? Это мой брат. А как тебя зовут? «Мисах». «Сидрах, Мисах». «Сидрах, Мисах». «Сидрах, Мисах». Мы с Вадимом еле сдерживались уже. Они вообще не знают, откуда эти имена. Мы им это все рассказываем. «Сидрах, Мисах». «Откуда появились?» «Не знаю, не лезь». Ой, мы такие уже. Ну, они так что-то принимали, что-то не принимали. Но это было для нас с Вадимом такое свидетельство и ободрение. И мы им в завершении говорим. «Но, наверное, у вас еще третий брат есть, и мы знаем, как его зовут». «И мы говорим, его зовут Авдинага». Знаете, что они сказали? Такие друг на друга посмотрели. «Нет, это наш отец». «Сидрах, Мисах и Авдинага» В Динаго встретились на Меринском проспекте, ой, было весело, но тогда мы уже не сдержались с Вадимом. Сидрах, Месах и Евдинаго были брошены в печь. А почему? Да не будем мы цель поклоняться твоим богам. Вы знаете, наш мир, вернее не наш мир, их мир так и норовит нам поставить истукана величиной с десятиэтажный дом. И чтобы мы как только просыпались и музыка начинала играть, бежали, осломя голову, и падали перед этим истуканом. Нет, у нас есть Бог, которому мы служим, которому мы поклоняемся. Живой Бог, который с нами всегда рядом, хоть порой мы его и не видим. Всегда рядом. И для нас в семь раз посильнее хотят зажечь печку. И смотрят, и смотрят, что это там происходит. Для них тоже есть опасность, потому что сильнейшие воины Навуходоносора сгорели возле печки, когда бросали. опасно. 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 Плохо обращаться с Божими людьми. Но Илюль или Илюй, 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 Илюй появился неоткуда. И дальше, как мы были научены на библейской школе, Он подготовил место для самого Бога. Чтобы Бог вошел и сам стал говорить с Иоаном. Иоан был подготовлен, и мы тоже были подготовлены очень хорошо. чтобы встретиться с разными приказами, с разными указами, с разными законами. И этот мир только и делает, что строчит, 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 строчит. и строит, строит, строит повыше, повыше и стуканов, чтобы люди бежали и поклонялись. Но мы знаем, да, как его сказали. Я знаю. Искупитель мой жив. Искупитель мой жив. И из печки достанет меня. И знаете, что про них еще написано? Про этих трех мужей. Они вышли из печи и даже дымом не пахло от них. Не только ли там что-то сгорело у них там? Наверное, только веревки, которыми были связаны, они сгорели. Вышли и даже дымом не пахло. Мир хочет нас искать. Мир хочет нас испугать. Но Бог и Божья любовь, она намного-намного выше. Намного-намного больше. И нам необходимо находиться в собрании святых, чтобы слушать, 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 слушать Бога. Он говорит с нами, утешает нас, ободряет нас, назидает и укрепляет нас. И мы сами не можем противостоять. Но с Богом восхожу на стену или на гору, да? На стену я с Богом восхожу. Аминь, Господи. Итак, сегодня молился Господи, дай мне, дай мне, дай мне ободряющее пробовать. Да? Дай мне, Господи, ободряющее пробовать. Вот мы сейчас и увидим, какова она на самом деле. Отец наш Небесный, благодарна Тебе, Господи. Благодарна Тебе за ободрение Духа Святого, который является Духом Радости, который никогда не сдается, который есть Дух Агапе, Дух любви и целомудрия. Спасибо Тебе, Господи. Нам нужно ободрение на каждый день. Этот мир хочет ослабить наши колени, опустить наши руки. Играть всякие музыкальные инструменты и поставить нас на колени перед своим истуканом. Да не будет этого, Господи. Потому что мы Твои люди, мужи и дамы Божьи. Серьезные люди с одной стороны. И, как было сказано, сильнейшие мужи сгорели, когда бросали трех Божьих людей. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови Твой Царств. Посети нас сегодня. Ободри нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Четвертая книга Царств. Четвертая книга Царств. Небольшая проповедь, но хороший принцип. Четвертая книга Царств. Четвертая книга Царств. Тринадцатая глава. Давайте мы с вами откроем. Я вижу, многие знают Библию наизусть. Тринадцатая глава Четвертой книги Царств. Четырнадцатый стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Кто такой Елисей? Все знают Елисена. Человек Божий. Пророк. Который был учеником Ильи. Замечательный пророк. И пришел к нему Иоас царь израильский. И плакал над ним. И говорил. Отец мой, Отец мой. Колесница Израиля. И конница его. Давайте вместе. Три-четыре. Отец мой, Отец мой. Колесница Израиля. И конница его. Вы знаете, Александр Человек. Частенько. Говорит. Колесница Израилева и конница. Когда я читал эти слова сегодня. Я подумал о следующем. Насколько. Насколько важен человек Божий. Насколько силен человек Божий. Насколько он важен для царства. Насколько он важен для города. Насколько он важен для семьи. Насколько он важен для того, чтобы среди нас находился. Среди людей находился человек Божий. Отец мой, Отец мой. Кто говорит Иоас царь израильский. Отец мой, Отец мой. Оставляешь меня одного. Колесница Израиля. Кстати, колесница и конница. Это основные войска, которые одерживают победу. Я имею ввиду идут в прорыв. Аминь. Колесница. Сейчас танки. В прошлый раз. То есть в те времена. Колесница. Конница. Правильно? Есть конница легкая. Есть конница тяжелая. И царь израильский говорит Елисею. Отец мой, Отец мой. Колесница Израилева и конница его. Серьезный человек. Вы знаете, насколько важен Божий человек. Он может один. И мне нравится, как рабы Давида говорят Давиду. Ты не ходи с нами. Потому что если нас убьют 20 тысяч, то никто и ухом не поведет. А если тебя убьют, то что? То все разбегутся. Ты один стоишь чего? Десяти тысяч. Аминь. Вы со мной? Вы со мной? Тот, который ходит с Богом. У которого есть поместная церковь. Который слышит слова благодати. И не в осуждении себе, а в ободрении себе. Аминь. Вы со мной? Аминь. Которого сердце, как Давид говорит. Сердце мое говорит от тебя. Псалом 26. Ищите лица моего. И я буду искать лица твоего. Господи Боже Израилев. Аминь. Я настолько впечатлен этой картиной. Конница, колесница. Один человек. Аллилуйя. А что стоит муж, исполненный Духом Святым. Муж Божий в семье своей. На лестничной клетке своей. В доме своем. В районе своем. Который идет мимо пивнаря. Где постоянно собирается. Не, 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 не. И молится. Во имя Иисуса Христа. Да не будет этого места здесь. В моем доме. Аллилуйя. Аминь. Вы видите сколько раз обходили? Евреи. Город Ирихон. Аминь. Вы со мной. Насколько важен муж Божий. Который близко входит с Иисусом Христом. Знает его характер. Исполнен Духом Святым. Важен везде. Важен на работе. Важен на улице. Важен когда он работает. Важен когда он водит машину. Насколько важен муж Божий. Он стоит десяти тысяч. Колесница Израилева. Корница. Аминь. Муж и братья. И сестры. Да мы здесь не для того чтобы при звуке цивны. Цивницы. Что там еще? Ну короче оркестра симфонического. Падать перед эстюканом. Да что вы. Аллилуйя. Да у нас Христос такой великий Бог. И он не умирает как здесь Елисей был при Испанте. Аминь. Аминь. Он не умирает. Он с нами во все дни до скончания века. Аллилуйя. Александр сегодня говорит. Мы его не видим. Но он с нами. Он здесь. И я говорю. Ах господи. Сделай из меня колесницу Израилеву и комницу. Я сам из себя ничего не представляю. Но если ты будешь со мной. Я буду стоить десяти тысяч балабонов. Аминь. Вы со мной? Десяти тысяч верующих. У которых нет своего поместного собрания. Которые шастают где попало. Нет. Где попало. По церкви. Но я имею ввиду. И которые говорят. Да. Здесь хорошо. Пастор Шаллер настолько стрелок. Вернее. Резкое слово сказал в последней проповеди. Тем людям. Которые приходят и уходят в церкви в Балтиморе. Слушайте. А у вас есть эта женщина. Внутри вас. Которая склонилась у ног Иисуса. Обливает его ноги слезами. И отирает ноги своими волосами. Аминь. Вас живет этот человек. Как мне понравилось. Послушайте. Обязательно пробует. Пастор Шаллер. Аминь. У меня уже. У меня был. Был 0,5 у меня. Сейчас. Потом 0,75. Сейчас мне нужна единица. Я имею очки. Понимаете. Все уходит туда. Но я знаю. Что я полагаю свое зрение за братьев и сестер. Аллилуйя. И мы также полагаем друг за друга жизни. Потому что мы призваны поклоняться Господу Богу. И ни в коем случае не слышать музыку. Которая ведет нас к поклонению битву. Ну ладно. Продолжим. И сказал ему Елисей. Елисей. Кто кому сказал. Елисей сказал кому. И вы не потерялись. И так. И Асу. Царю Израильскому. Возьми лук и стрелы. И взял ему лук и стрелы. И сказал царю Израильскому. Положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наположил Елисей руки свои на руки царя. Перед вами картина. Значит он положил свою руку. И Елисей на его руку положил свои руки. Это передача власти. Передача силы. Дальше. И сказал. Отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей. Выстрели. Только осторожно. Чтобы ни в кого шучу. И он выстрелил и сказал. Это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против сириян. И ты поразишь сириян во веки в конец. 18 стих. И сказал Елисей. Восьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому. Бей по земле. Вы. 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 Выстрелил. Выстрелил. Это стрела избавления. А теперь. Ну-ка давай. Возьми стрелы. Возьми стрелы в руку свою. И бей по земле. Аминь. Здесь написано следующее. И бей по земле. И удалил он три раза. И остановился. И разгневался на него человек Божий. Удалил сколько? Три раза. В книге Иеремии 23 глава 29 стих написано. Слово Божие. Не подобно ли молоту сокрушающему скалу? Запомнили? Иеремии 23, 29. Слово Божие. Не подобно ли огню? И не подобно ли молоту? Которая сокрушает скалу? И здесь мы видим во Евангелисея. Человек Божий. Говорит ему. Бей по земле стрелами. И удалил он три раза. И остановился. И разгневался на него человек Божий. И сказал. Да надо было бить пять или шесть раз. Тогда ты побил бы Сирьян совершенно. А теперь только три раза в пару раз решили Сирьян. Сколько нужно бить было бить? Да? Да. Видите какой у меня настроек. Кто из вас когда-нибудь гвоздь забивал? Ох отец здоровый. Как вы забиваете гвоздь? Раз, два, три и шляпка торчит. Или нет? Шлепка. О, Леша шлепка и все. У него, он колесница из района. Ха. Что? Как гвоздь забивает. Особенно в табуретку. Чук-чук-чук. А потом. Эй! Как гвоздь забивает? Тынь-тынь-тынь-тынь. Чтобы забить. Правильно, да? А кто-нибудь из нас ремонтировал машину? Как вы прикручиваете детали на машине? Наживу лили и хорош? И поехали. И ребят. Сначала ругой, а потом что? Потом ключом. Никогда не забуду, как я закручивал один рычаг. Ну и открутил ему голову. Ух. Понимаешь? Да? Балтуешь. Балтуешь. И чтобы колесо не улетело. Аминь. И здесь человек Божий Елисей говорит, ну-ка бей по земле. И бей сколько? Бей достаточно. Чтобы побить сирийского царя. Знаете, что это означает? Я вам расскажу историю. У меня есть должник. Не он должен. Вернее, был должен. Вернее, вы узнаете. И вы знаете, сумма-то немалая. Где-то в районе на 1 рубля 400 тысяч. Я хочу сказать, что это друг мой. Но должен. И я переехал в Москву. И все связывался. Там хотел как-то что-то. Как-то что-то. Как-то что-то. Знакомый, да, не старый? Как-то что-то. Как-то что-то. Ну, как-то вот не получалось. И меня очень задевало это. Да, вашего пастора это задевало. Да, я говорю вам откровенно. Меня задевало. А кто откажется от хорошей поддержки? Задевало меня. Значит, у меня исцелил один старый. Книга Второзакония, 15 глава. Я хочу сказать заранее, я рад, что Господь привел в такую ситуацию в мою жизнь. Я еще раз повторю, я рад, что Господь привел в такую ситуацию в мою жизнь. Потому что я стал еще крепче, приняв Слово Божие. Вы слышите? Еще крепче. Смотрите, этот стих, который исцелил меня. В седьмой год делай прощение. Какой был? В седьмой. Я так раз посчитал. Семь лет-то прошло уже. Я хочу вам сказать, что на протяжении семи лет я думал об этом. Вы не знаете об этом, но я открываю вам это. А вот открываю для чего? Для того, чтобы сказать, что Господь исцелил меня. И я знаю, что среди нас, может, или среди тех, которые слушают эту проповедь, могут быть люди, которые находятся в такой похожей ситуации. И которые остановились. И которые много думают об этом, так же, как и я думал. И я еще раз говорю, я благодарен Богу за то, что была такая ситуация. Но исцеление пришло великолепное. В седьмой год делай прощение. И я посчитал седьмой. Господи, вы знаете, вот так вот. Вот все. Это самое. Господь. Я, Господи, и в седьмой год. Делайте прощение. Вы скажете, да, но это в Ветхом Завете. Я вам говорю не о том, в каком это Завете. Я говорю вам о том, что слово сошло со страниц Писания, стало живым для меня и исцелило мое сердце. Аллилуйя. И не забывайте, что мы прочитали, что этот бил по земле. И сколько ударил? Недостаточно раз ударил. И что сделал человек Божий, кто помнит? А? Разгневался человек Божий? Ну ты что? Надо было бить конкретно. До конца. Правильно, да? Итак, в седьмой год делай прощение. Я посчитал седьмой год. И попрощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, то есть я, который дал взаймы ближнему своему, то есть ему, другу моему, и он, кстати, хочу рассказать, остается моим другом. Аминь. Я так решил. И все. Итак, ближнему своему просил, долг и не взыскивал ближнего своего, своего или брата своего, ибо провозглашено прощение, что у нас написано? Ради Господа. Аминь. Провозглашается прощение ради Господа, не ради меня, не ради моего спокойствия. Прощение ради кого? Ради Господа. Я прочитал этот стих, и мой духовный человек наполнился, наполнился, я имею в виду, я исполнился Духом Господним, и Господь почувствовал в себе силу принять это слово и согласиться с Иисусом Христом. Вы со мной? Почувствовал в себе силу, хотя думал об этом на протяжении 7 лет. И это было, и это было заноза. И это было заноза. Как мог вдруг так поступить? Ну, вы сами знаете, да? Как мог? Та-та-та-та-та-та. А дьявол еще музыки прибавляет, и стукана поставит, и так далее. Что меня видели, и так далее. И я такой бедный, и так далее. Все это было. Но Господь говорит, я хочу, чтобы вы были мужами и дамами Божьими, которые стоят десяти тысяч. Аминь. Чтобы всякий взаимодавец, который дал взаиму ближнему своему, простил долг, и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Господа. И я встал на колени и говорю, аминь, Господи. Соглашаюсь с Тобой. Отпускаю. Довольно. Все. Как хорошо. А вы знаете, что этим не закончилось? А вы знаете, что решение-то было принято? Согласие было. И это было решение, я имею ввиду, аминь. Это так и есть. Я обратно не пойду. Но мысли-то остаются, правильно, да? Мысли-то напоминают. И знаете, что всякий раз, слушайте внимательно, всякий раз, когда мне приходила эта мысль откуда угодно, мир, дьявол, а ветхая греховная природа, я брал этот стих и что? Тэй, 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 тэй. Пока не забил. Вы со мной? Всякий раз. Берет до конца. Мне нравится служение, которое у нас будет, я надеюсь, оно будет. И это служение буклетов пастора Стивенса. А вообще, вы знаете, значит, может быть вы слышали, но в нашей церкви проповедуется следующее, что если у вас есть какая-то область, где вы слабы, где вы не можете принять решение и так далее, вы пишите все стихи из Библии на эту тему. И что? И ободряйте себя. Знаете, что слово молот, разрушающий скалу, знаете, нет? И что? Раз, два, три, четыре, пять. Аминь. Все, я пошел. Раз опять мысль прилетела, утром прилетела, что? Беру этот стих из Библии, в седьмой год делаем прощение и прощаем по-любому. Что? Раз, два, три, четыре. И пошел. А это серьезные вещи. Молодой человек, Божий, разгневался. Говорит, зачем ты оставил? Зачем ты оставил тлеющий огонь? Зачем ты оставил тлеющий шнур? Биг формов. Знаете, вся шнур огонь? Биг формов шнур, знаете, нет? Это, который поджигает, и он взрывчашку потом подрывает. Это биг формов шнур. Зачем ты оставил это тлесть? Нужно было что? Заливать это все. В одной благодати. Аллилуйя. Нужно было это забивать молотом, который разрушает скалу. И забивать так надежно. Пошел. Слободен. И скажите, пастор, вы такой духовный человек. Просто монстр. Колесницы израиля. Я скажу аминь. И у вас такой же потенциал. Да не будет он сокрыт. Аминь. Если не оставляйте ничего тлеющего в вашей жизни. Вы слышите меня? Потому что что? Человек Божий разгневался и говорит, ты бы побил сириян до конца. А так только три раза поразишь их. И они тебе будут с занозой. На протяжении твоего царствия. Надо было больше бить. Вы скажете, но он же не сказал ему, сколько там ему нужно бить. А нужно бить сколько? Пока рука. Нет, самое. Пока рука не устанет. Аллилуйя. Чтобы это больше меня не тревожило. Чтобы это ушло. На крест Голгофы. И чем нужно бить? Словом Божьем. И тогда что? Господь говорит. Ай, молодец. Ай, молодец. Силен. Чем силен? Христом. Словом Божьем. По местным собраниям. Словами ободрения с кафедрами. Песнями прославления. Вы со мной? Я просыпаюсь утром. И какая-то мысль тревожит меня. Что? Господи, дай мне стихи из Библии. Чтобы они были моим молотом. Который забивает гвоздь. Который может поранить меня. Господи, дай мне слово. Которое было бы водой благодати. Чтобы постоянно, каждый раз тушить этот тлеющий огонь недовольства. Вы со мной? Господи, помоги мне. Потому что я не хочу быть тем, которого держит что-то. Держит возрастание мое. Держит мою семью. Держит мое процветание финансовое. Аминь. Вы со мной? Я не хочу быть тем, о котором ты скажешь, сколесница Израилева. Конница его. Его не видно, но он один стоит десяти тысяч. Потому что в его сердце радость, и покой, и наседание, и путь. И он знает, куда он идет. И он говорит следующее. Прощение ради Господа. И Господь видит мое сердце. И воздаст мне что? Намного больше. Но я пройду это испытание по благодати Божией. И меня никто не остановит. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, Господи. Как удивительно видеть Слово Твое, которое сходит со страниц Библии, Твоей удивительной книги, и которое вселяется в наши сердца ремой, словом действенным. И Ты даешь силы, Господь, сделать то, что мы бессильны, сделать без Тебя. Никто не сможет победить врага сильного. Кроме Тебя, Иисус Христос. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты освобождал нас. И взращивал, Господь, как мужи и дам Божьих, которые оказывают огромное влияние на этот мир. Слава Тебя, Иисус! Благодарим Тебя, Господи! Пусть Твоя Церковь возрастает, Твои мужи, Божьи и возрастает. Дамы Божьи держатся за Тебя. Мама укрепляется в Тебе. Отцы надеются на Тебя. Слава Тебе, Иисус! Принимают наставления. И чтобы, когда Ты приплываешь нас на лодке благодати, к определенным областям нашей жизни, мы приняли Тебя с радостью. Спасибо Тебе, Иисус! Сегодня день спасения. Сегодня день избавления. Сегодня время благоприятное. Если Вы не знаете Христа, как самого Спасителя, придите к Нему сейчас. Откройте свое сердце. Он любит вас. Нет никого похожего на Него. Он единственный, единородный Сын Божий, Бог Всебогущий, Спаситель мира. Скажите Ему в своем сердце, Господь Иисус Христос, я верю в Твою любовь ко Мне. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и заплатил за них один раз и на семья и воскрес на третий день. Я прошу Тебя, спаси меня, подари мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, доставляй меня, утешай меня, исцеляй меня и веди меня. Я нуждаюсь Тебе, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос. И я молюсь во имя Твое и знаю, что Ты услышал меня. Аминь.